Добрый день, Иван Николенко, представитель студсовета Студгородка КПИ. Вы отличные слова сказали про то, что нужно конкретику вносить и вносить предложение насчет стипендиального обеспечения. Все очень хорошо о том, что это должна быть мотивация к обучению. Так вот, вопрос. Мы, представители студсовета, очень хотим внести предложение и пытаемся добиться коммуникации с министерствами, но не получаем ее, к сожалению. Мы пытаемся с ними выйти на контакт и внести конкретику, сказать, как бы было сделать лучше. Но, к сожалению, нам отвечают, что, ребята, вы радуетесь хотя бы тому, что вас пригласили на вот эту встречу, на публичное обсуждение. Скажите, пожалуйста, куда писать? Куда писать людям с требованиями, чтобы нас включили в рабочие группы, чтобы нас включили в обсуждение, чтобы вопрос стипендиального обеспечения решался включительно со студентами? Смотрите, никуда писать не надо, вы уже обратились. Я предлагаю, чтобы на следующей неделе вы сделали эту встречу с Министерством социальной политики, Министерством образования. Сели и обсудили. На самом деле, насколько я знаю, очень много было разных круглых столов, на которых обговаривались вопросы со стипендией. Но, безусловно, нужно, чтобы этот процесс был более эксклюзивным. Я же не пытаюсь сегодня вам рассказать то, что вам очень понравится. Я говорю о том, что я верю, за что я готов бороться, что я готов отстаивать. Я готов отстаивать систему, которая сделает вас успешными, которая создаст вам дополнительные мотивации. Я сказал свое мнение. Безусловно, вы должны сказать свое мнение. И это мнение должно быть услышано, проанализировано и после этого принято решение. Поэтому давайте мы организуем, я думаю, что мы сможем это сделать. Просто каким образом представительство разных университетов учесть в этом вопросе. Сами понимаете, когда это будет 200 человек, это не разговор. Должно быть там 10 активистов студенческого движения, с которыми можно сесть абсолютно предметно, без будь какого популизма, поговорить о системе. И фактически создать ее такую, чтобы она была мотивационная. Ну и безусловно, нужно защитить каждого, кто имеет... Вот коллега сказал о переселенцах, например. Здесь есть вопрос, где нужно особо уделить внимание, например, потому что у них есть дополнительные затраты и так далее. Более того, если мы говорим о социальной защите студента, то мы должны понять еще одну вещь, что нужно проанализировать в принципе доходы его семьи. Но почему студент, например, у которого могут быть нормальные... Столько же стипендию не за учетом, не за результат учетом, а социальной стипендию, или столько же, столько действительно там человек с незащищенной силой. Ну где это проведение, послышите? Я должна... Вы должны это понимать, что каждая категория должна очень четко определиться. И тогда будет, мне кажется, в некой скорой непосредственно. В студенческом среде будет понимание такого отхода. Мне так кажется, могу ошибаться. Но в итоге, где он... Зафиксуйте, пожалуйста, что мы на наступном этаже Многие студенты приезжают из городов в вуз, выпиваются из своих маленьких городов, чтобы тянуться к знаниям, получать их. И многие... Ну, многих студентам очень тяжело жить. Ну, финансовое положение очень сложное. И многие, я знаю, студенты держатся на стипендию. Что Вы считаете? Что делает студентам, которые не получают стипендию? Смотрите, тут все просто. С точки зрения социальной стипендии. Тот, кто будет по состоянию, по финансовому состоянию в своей семье и личному состоянию требовать такой поддержки, как у вас на ее дать. Те, кто получают хорошие знания, должны мотивировать хорошие знания. И эта мотивация не просто основная. Я чувствую, что у Вас в уговоре едем в этот вопрос. Вы предложите, давайте скажем, что, например, у Вас должно быть не 6 миллиардов стипенди, давайте, что должно быть 12 миллиардов кривен в стипенди. Но, наверное, это было бы очень правильно, так сказать, и достаточно популярно. И сказать, например, учитесь, не учатся, вы стипенди-то получаете. Цепи дыма, это такие-то такие. Вот Ваш сюда, вене лапа, сказал, что он не зуб. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА